О том, чтобы в их станице был настоящий православный храм, черноярковцы мечтали очень давно. И, наконец, их заветные мечты воплотились в жизнь. Прекрасный белоснежный храм вознесся в Черноярковской и уже состоялось его освящение. Вопрос о строительстве станичного храма был поставлен жителями на сходе граждан черноярковского сельского поселения. Станичники обратились к депутату Госдумы Ивану Демченко с просьбой помочь им в этом благом деле. И очень большое содействие было оказано. Также строительству помогали глава черноярковского сельского поселения Николай Друзяко, местные предприниматели и прихожане. Для всех них освящение храма – настоящий праздник, историческое событие в жизни станицы. Конечно, для нас, прихожан, это исторический день. Мы жили в таком храме, который был не приспособлен, да? А сейчас у нас такое красивое здание. И я всех хочу, прихожан, поздравить, всех наших жителей, нашего поселения с этим великим праздником. И надеюсь, что вера у наших прихожан будет, и храм будет всегда заполнен. До помощи Божьей всем. Казаки станичного казачьего общества с радостью в сердце пришли на этот большой праздник. Для станицы это, конечно, значимое событие. Такой храм не в каждой станице есть. Что касается нашего участия, участия прямого изначально, изначально со строительства, в ходе строительства, во всех этих церковных мероприятиях, не по обязанности, а по долгу службы, как христиане. Чин освящения храма и божественную литургию совершил владыка Феагност, епископ Новороссийский и Геленджикский. На литургии присутствовали депутат Госдумы Российской Федерации Иван Демченко, глава Славянского района Роман Синеговский и председатель районного совета Григорий Литовко. Чин освящения храма торжественен и исполнен символизма, как и любое другое богослужение православной церкви. Священодействия происходят как внутри алтаря, за закрытыми царскими вратами, так и совершаются на виду у мирян. Священодействия происходят как внутри алтаря, за закрытыми церкви. После освящения престола освящается и весь храм кождением, молитвой, краплением святой водою и миропомазанием стен. Архиерей в своей молитве просит Господа исполнить новый храм и жертвенник славы, святыни и благолепия. Все в чине освящения, очень много говорит для сердца каждого верующего. Песня. 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 После освящения владыка Феогност, епископ Новороссийский Геленджикский обратился к прихожанам с речью. Мы с вами сегодня совершили чин освящения храма, великого освящения храма. Храма – место особого присутствия Божия. Только по любви к Богу можно возникнуть такое архитектурное сооружение. Только по любви к Богу. Но строительство храма – это величайший день. У нас на тренце на муси говорили, что храм постой, что сироту воспитать. Одинаково часть подавляется Царствие Небесное. Дай Бог вам добрых и многих лет жизни, чтобы еще это был не один храм, в вашем мире. Чтобы еще много было храм. И чтобы Господь, прежде всего, даровал вам его спасение души. Это, собственно говоря, главное, ради чего мы здесь трудимся. Каждый на своем месте. Депутат Государственной Думы Иван Демченко выступил с ответным словом. Мы с вами вместе в таком освящении храма. Я вам хочу сказать, что это Господь Бог вам храм подарил, мои родные, приходили. Это используя мои возможности. Это вы тоже должны понимать. Не было бы, он не дал бы мне возможности такую. Но быть успешными, будем говорить, сегодня и в этой жизни. И храма бы тогда не было такого. И решили все-таки храм освятить до Пасхи. Чтобы уже все жители, все пришли сюда на Пасху. Такой храм, большой, светлый. От имени Черноярковцев глава сельского поселения Николай Друзяко тепло поблагодарил депутата Государственной Думы и вручил ему образ ангела-хранителя на память об этом событии, освящении храма. Юные таланты исполнили для всех добрые и трогательные песни. Каждый день дарит нам тысячу чудес. Ставься лучей, за туч выглянусь и вес. За средней вокруг течи голоса. И сердце развеет чудеса. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа События.